Здравствуйте, меня зовут Агузарова Татьяна, 5-я А-класс, гимназия, город Алдан. Тема моей научной работы, как изучать историю вкусных. Большинство из нас любят конфеты, но даже не подозревают, что фантики могут быть ценнее его содержимого. В своей работе я попыталась доказать, что через конфетные фантики можно проследить многовековую историю России. Конфетная обертка удивительно интересная, доступная, в то же время не в полной мере изученная сфера для исследования. В этом классе мы начали изучение нового предмета истории. Мы узнали, что чтобы быть образованным и эрудированным человеком, нужно обязательно знать историю. Но, оказывается, узнать об исторических событиях можно не только из фильмов, энциклопедий и учебников и тому подобного. Я хотела бы показать, что даже через простые сладости можно образовывать детей и взрослых, в доступной форме рассказывать им о значимых исторических событиях и юбилейных датах. Я хотела бы посетить Кривический музей и библиотеку, но в связи с неблагоприятной постановкой по COVID-19 мне пришлось искать историю возникновения конфетного фантика через проверенный интернет-портал. С помощью которых я собрала свою коллекцию и строю изникновения конфетного фантика. После чего я решила провести опрос среди своих знакомых и одноклассников. С помощью Google-форума было опрошено 60 человек. Опрос подтвердил необходимость и востребовательность фантиков на исторические темы. Я решила создать свою серию конфет, посвященных юбилею Алданского района. В этом году он смертил свое 90-е летие. Для изучения истории Алданского района мы собрали материал об истории населенных пунктов Алданского района. Я его изучила и переработала в форму презентации. Затем эту информацию разместила на канале YouTube и каждому ролику присвоила свой QR-код. Создала макет упаковочной коробки конфет и самих конфет в количестве 16 штук. Таким образом я прошла к выводу, что конфетный фантик может быть интересен не только для коллекционера, но и для человека, который интересуется историей. Он содержит много исторической информации и отражает веяние и идеал своего времени. Конфетный фантик может выполнять просветительские функции, причем в доступной форме. Сейчас я хочу представить вашему вниманию свою юбилейную коробку конфет, которая называется «Вкусная история Алданского района». Внутри коробки конфет находится памятка, как правильно считывать QR-код. И 16 конфет, которые посвящены истории 16 населенных пунктов Алданского района. Для того, чтобы мы узнали историю населенного пункта, я взяла конфету, к примеру, города Алдана. На переднем плане конфетного фантика изображена достопримечательность населенного пункта. На обратной стороне фантика изображены два QR-кода. Один QR-код – это видеопрезентация, второй QR-код – это фотопрезентация. Итак, для того, чтобы мы смогли узнать историю населенного пункта, мы уже через скаченное приложение, которое читает QR-коды, наводим камеру смартфона на QR-код. Нам выходит ссылка YouTube. Мы нажимаем на нее и переходим на канал YouTube. Спасибо за внимание. До свидания.